Спасибо, значит, Грайндер, Гриндер, Гр-б-б-б-б-б-б-за-донат, давай посмотрим. Ну, я точно знаю, что Линдеман слушал Арио, то есть это, наверное, вроде как, ну, чуть ли не очевидный факт, но сейчас, возможно, будет либо очень много рофлов, либо странные херни. А что, если я скажу тебе, что Тиль Линдеман с детства интересовался русской музыкой, а став взрослым и брутальным дяденькой, художественным руководителем, вдохновителем и вокалистом ансамбля «Рамштайн», он не изменил своим детским привычкам, периодически отслеживая новинки российской рок- и метал-музыки. Русскими и украинскими женщинами, к слову сказать, он тоже очень интересовался, если вы понимаете, о чем я. Я имел в виду его сольный клип, сделанный в стиле жесткой порнухи. Не смотрите его. В смысле, не смотрите, блядь? В общем, сегодня мы с вами узнаем, какие российские рок- и метал-ансамбли котировал Тиль Линдеман, и кассеты, с чьими именами, привозил он после концертов по России. В своем исследовании о взаимоотношениях фронтмена «Рамштайн» и российской рок-музыки мы будем опираться на эту книгу. Во-первых, всем известен тот факт, что Тиль Линдеман был знаком с группой «Ария» и даже сделал кавер-версию песни «Штиль». Но я не буду замедлять. Что неудивительно, ибо в песне «Штиль» у него особая любовь, если вы понимаете, о чем я. А, типа, по этой песне, да, походу, там у них вообще немцы что-то угорели так нормально. Что странного-то? Другая группа, очень похожая на Арию, я уверен, вы уже догадываетесь, о чем я. Нет, не «Легион», нет, не «Черный кофе». Натиск. Почему же Ария не стала его любимой группой, Тиль объяснял просто, ссылаясь на цитату еще одного топового русского рокера. А у «Натиска» все в порядке с лирикой. Нормальные мужские тексты, как бы это странно не звучало в отношении хэви-метал-банды. Да и на сцене ребята выглядят достаточно энергично и уверенно. Мастерские рубятся, истинные рок-звезды, практически Айра Смит, говорил Тиль в интервью журналу «Инрок» в августе 2005-го. Бля, мы там же выступали, кстати, с «Кровавым рифом». Прям, это свое радио, по-моему, да. Ну, вернее, или не выступали, может, интервью у нас там было. Ну, короче, наверное, не в этой штуке. Что же касается группы «Натиск», то это забойная хэви-метал-команда, образованная в 1999 году. Ну, не знаю. В 2004-м году группа «Корольец». Сейчас какие-нибудь, типа, там, не знаю, блин, этот... Как она называется, где буй, я уже забыл, что-то... «Гнилой район» сейчас назовет, блин, да. Шут выпускает свой самый тяжелый альбом «Бунт на корабле». Альбом писался живьем, при одновременной игре всех музыкантов, практически как на концерте, а не наложением, как обычно. Пластинку сводил в Германии специалист мирового уровня Петер Крик. Благодаря этому обстоятельству альбом не ускользнул от зоркого взгляда Линдемана. И фронтмен Рамштайнов заинтересовался русскоязычным хоррор-панком. Но не Король и Шут стала его любимой группой в этом жанре. И даже не группа «Князь», как это ни странно. Уверен, что вы уже догадались, речь идет о команде «Спектакль Джо». Покроваться там, ладно. Блядь, это же, это, это, это толстейший рофл. Все, ну я не верю, блин, серьезно, в это я уже просто не верю. Ну как-то слишком прям, типа, я не знаю, то есть... Он даже виду вообще не подает, что это рофл, типа, ну как-то... Русский хоррор-панк явление уникальное и самобытное. Русские ансамбли, исповедующие этот стиль, не похожи ни на мисфиц, ни на других родоначальников этого жанра. Они более фолковые, мелодичные и сказочные. И такие группы, как Король и Шут и Спектакль Джо, это подтверждают. Говорил Тиль в интервью журнала «Револьвер» 13 октября... Сука, как же он троллит-то, сука, а? ...2019 года. Ты заходил мою обитель, будешь дорогой мне зритель, я тебе... Спектакль волшебный покажу, ну а коли согласишься... Самая жесть, что ни малейшего намека нет на то, что это рофл. Прям вообще ни малейшего. То есть это... Вот это именно вот и есть как раз «Пост Ирония». Вот это она. Ни для кого не секрет, что Тиль очень любил тяжелые радикальные стили. И был тем еще ценителем грайндкора, горграйнда, копропорнограйнда, православного копропорнограйнда, северокорейского фем-анархоблэка и так далее. Такие ансамбли, как «Гуталакс» и «Спазм» он называл в числе своих любимых групп. Но более всего вокалист Рамштайн ценил творчество латышской команды Trauma Morales, особенно альбом «Сиськи кошмар». Возможно, вы возразите. Причем тут Trauma Morales, если речь идет о российских группах. Но ведь латыши, они практически русские, только у них такси дороже, а в целом они также напиваются по пятницам и бьют друг другу. Ха-ха, ну да. Ну, мне так кажется. Типа, чувак отчаялся в производстве годного контента, нашел способ делать полную хуйню, рофлить и типа... Латышская музыка для меня всегда была очень загадочной. Латышская метал-сцена очень неоднородна. Я слышал всего две известные латышские группы. Одна была очень плохая, а вторая пытается изменить каноны тяжелой музыки, включая в композиции элементы фанка, регги, блэка и фолка. Имя ей Trauma Morales. Говорил Тиль в интервью... Блин, подъебал этого, что ли, типа... Курналу Dark City в феврале 2019-го. Что же касается Trauma Morales, то это ансамбль, образовавшийся в 2006-м году, чтобы играть трушный рижский грайнд-кор и дедграйнд без использования бас-гитары. Из непосредственно русского Копра Грайнда лидер Рамштайн котировал брянский ансамбль Скат за то, что они выступают в крутых детских костюмах помидоров-убийц и за то, что они из Брянска. Для стандартной Копра Грайнд-группы у этих русских ребят удивительно, я бы сказал, уникально поэтичный... О, дождь-мажор! Стандартной Копра Грайнд-группы у этих русских ребят Удивительно, я сказал... Блядь! Дождь-мажор, чуваки, сука! Это же родина грайндкора вообще, блядь, советского, так сказать. Блин, я сейчас постараюсь найти, типа, именно в этом... This life can't. Я сейчас постараюсь найти. Во! Дождь-мажор! Блин, я хочу найти запись, где я был. У них просто гитарист... Ну, типа, блядь, короче, это группа охуенная. У них на некоторые концерты, типа... Ну, просто, блядь, типа, чуваку похуй, он не пришел, и все. То есть они не репают никогда. У них концерты, это просто, типа, ну... То есть... Просто стебутся вообще, чуваки по-черному. И у них реально, типа, был вокалист пришел, и барабанщик, и все. И, типа, говорят, слушай, можешь ты просто любую хуйню поиграть, типа? Я такой, ладно. В деле, я... ...ыграл, с нами много кто играл, вот и теперь я, Антон, тоже. Во! И, при этом, у барабанщика микрофон тоже есть. Итак, минут 15 точно, короче, блядь. Дождь мажор, это столица... Жалко, закрылся вообще, конечно. Уникально поэтичные тексты. Столица мирового гайдкора. Жаль, что половину слов ни на записях, ни на концертах не разобрать. Гаврил Тиль в своем интервью чешскому порталу, посвященному тяжелой музыке, паблик Гэнг Бэнг Мэттал. И батя на унитазе, что ты? Блядь, не жарко в этой хуйне? Надо смотреть на лица людей, которые именно не угорают, не фанаты, а которые, типа, случайные. Это прям самое охуенное, то есть самое смешное вообще. Ну, насколько люди, типа, просто, блядь, в охуя, типа, впервые в жизни увидели. Да, как Ливер Рамштайнов был фанатом грув-ансамбля «Пантера», то дико котировал русский аналог «Пантеры» под названием «Гиф». Ливер Рамштайна впервые ознакомился с этим коллективом благодаря сборнику «Железный марш 8», который ему подарил за сценой одного из фестивалей басист на «Паулт Дэд». Моя герла, куда она спит, гуляем вон, со мной не спишь. В интервью с воровом «Металл» Хаммер Тиль говорил следующее. Пантера – одна из самых влиятельных метал-групп в истории, оставившая заметный отпечаток на метал-коре, нью-метале и современном метале вообще. Диф – это Пантера, но в масштабах России. Я уверен, что они оказали огромное влияние на всю современную русскую метал-сцену. И да, я считаю, что они более честны, чем их американские коллеги, ибо в отличие от последних никогда не играли глэм-метал, а всегда придерживались своего нетолерантного стиля. Что же касается ансамбля Диф, то это советская и российская метал-группа, основанная во второй половине 80-х, играющая трэш, грув «Индастриал» и «Антикоммунистический метал». «Она не даст, хоть как прости, я трогал, всё, я начал, и перед нам гайдру слевачи, идёт домой и начинает дрочить». «Она не даст, хоть как труда, она не даст, хоть дрочит, сука!» Такие вот русские группы котировал Тиль Линдеман, и, возможно, даже ими вдохновлялся, и писал свои арийские песни. Если понравилось моё журналистское расследование, ставь лайк, делай репост, а если... «Нравится, не бойтесь здесь». Елизаров опять в конце. Да, ребята, моё почтение. Хуй. Хуй.